Москва не даст денег на компенсацию родительской платы в детсадах и коммунальные субсидии. Средства не придут и на строительство дорог. Те 25 федеральных миллиардов, которые были предусмотрены на асфальт и дорожную технику, уйдут в другие регионы. В Министерство транспорта мы просим денег на дороги. Занимаемся. А вот нет у него денег. Эти деньги и сядут где? Они в Сочи уйдут, на Дальний Восток. Вот, еще там большая стройка по дорогам в Санкт-Петербурге ведется, ищут. И что мы получим? Все тетрады лягут тяжким бременем на областной бюджет, потому чиновники советуют тщательнее собирать налоги на местах. В некоторых муниципальных образованиях льготы по налогу на имущество установлены для депутатов, для председателей уличных комитетов, по земельному налогу, для организаций, финансируемых из федерального бюджета. Среди рекомендаций для муниципалитетов также есть и такие, как сокращение трат на чиновничий аппарат. Челябинск, к слову, уже прошел этой дорогой. Сыгономленные деньги будет куда потратить, ведь финансирование оздоровительных лагерей теперь тоже забота областных и местных властей. Эти денежки будут наши с вами. Деньги муниципалитета, деньги области. И то, что мы раньше получали с нашего соцстрага, не будет. А деньги большие. Их надо будет зарабатывать. Впрочем, рука Москвы не оскудела в отношении лесного ведомства. Областное управление получило сегодня награду в 5 миллионов рублей за вовремя созданный центр пожаротушения. Количество пожаров в полтора раза меньше, чем, если сравнить и по площади, и по случаям. Хотя условия в этом году тоже жесткие, засухи. Кстати, финансистам тоже не стоит вешать нос. Возможно, залатать дыры в бюджетах поможет увеличение стоимости акцизов на алкоголь и нефть. Как отнесется народ к дорогим водке и бензину, чиновники не обсуждали.